С 12 по 18 июня в России проходит неделя отказа от алкоголя. Кто-то скажет, ну вот опять какой от этого толк. В стране пили и пить будут. Какая свадьба и день рождения без алкоголя и как не выпить в конце рабочей недели. При этом мало кто знает, что по масштабу вреда, который наносит алкоголь, находится первым в списке психоактивных веществ. Так будет ли польза организму от недельного отказа от алкоголя? Можно ли выпивать по чуть-чуть и когда стоит сказать себе хватит? Не только об этом поговорим сегодня с медицинским психологом краевого наркологического диспансера Еленой Кочетковой. Здравствуйте, Елена Петровна. Ну, я уже сказала, да, про то, что народ скажет, ну, господи, опять та же самая тема. Возьмет и некоторые даже выключат телевизор, как только нас увидят. Потому что, ну что опять про алкоголь, сколько можно говорить, толку нет никакого. Говорить об этом нужно по-вашему? Конечно, обязательно говорить об этом нужно. Потому что, ну, к сожалению, продолжали пить и пьют и обращаются за помощью. Вот на... За прошлый год, 2022-й, обратились более 24 тысяч человек за помощью в наш наркологический диспансер. В Алтайском крае? В Алтайском крае, да. Это включая Бискс, Заринск, Крутцов. Ну, Алтайский край. Это большая цифра? Это очень большая цифра, на мой взгляд. А год от года она увеличивается или нет? Ну, год от года она остаётся статичной. То есть она и не уменьшается. Понятно. А из тех, кто вот в этом списке впервые обратился, сколько человек? Есть такая статистика? Ну, хорошо, ладно. Вообще, с какого возраста в России у нас начинают пить и как быстро алкоголь может нанести вред? Вот вы мне тут до начала эфира говорили о том, что был пятилетний даже пациент. Да, был в моей практике пациент, с которым я познакомилась в психиатрической больнице. На тот момент ему было 10 лет. И, то есть, от него я узнала, что он перенёс алкогольную кому в 5 лет. Как это возможно вообще? Ну, родители у него употребляли алкоголь или как? Ну, конечно, конечно. Социально неблагополучная семья. Вот. И поэтому это очень страшно на самом деле. Получается, у нас начинают пить чуть ли не с 5 лет или со скольки? Вот тоже какая-то есть статистика, да? Ну, статистика у нас есть такая, что возраст, который чаще всего к нам поступают и проходят лечение, это от 40 до 59 лет мужчины. Из них 20% женщины. Женщины тоже есть. Ну, это уже зрелые люди. А вот, в принципе, там, с 5, с 15 лет, такой нет статистики, наверное, да, со скольки начинают у нас употреблять. И вообще, вред какой может нанести алкоголь ребёнку, если он начинает употреблять? Ну, ребёнку, видите, дело в том, что употребление алкоголя, это, как я вам рассказала в начале про своего пациента, это, ну, то есть проходит длительный период должен быть, да, чтобы было заболевание хроническим алкоголизмом, это 10-15 лет. Понятно, что дети, подростки, которые там замечены, употребляют, у них нет хронического заболевания. Ну, от 5 до 10 лет, и у него уже начались какие-то проблемы, я так понимаю. Да, ну, индивидуально у всех по-разному, да. И вот, то есть, беда в том, что психика нарушается, да, то есть у нас есть такое, что изменение психики по алкогольному типу. То есть вследствие того, что человек употребляет алкоголь, у него, ну, не только, понятно, нарушает нарушение, там, сердце, печень страдает, да, но и психические нарушения, и очень серьёзные. А вот смотрите, может быть, многие родители не замечают даже, что ребёнок начал употреблять. Ну, допустим, в подростках. Что должно насторожить в поведении этого ребёнка? Ну, конечно, родители, если ребёнок употребляет, и, как правило, как вот наши пациенты, сами подростки рассказывают, то есть одни они не пьют. То есть я у них специально спрашиваю, вот ты идёшь там, да, ну, с колледжа, там, ещё откуда-то, можешь ты там купить, он говорит нет. То есть, ну, сто процентов подростков, они говорят, что они в компании. То есть родителям всё-таки надо знать, да, где ребёнок, с кем общается, как проводит своё личное время, да, свободное от учёбы. Тем более сейчас период летних каникул, да, то есть это очень важно, и на самом деле, ну, то есть запах алкоголя, он всё равно присутствует, да, если там подросток выпивает. На это надо обращать особое внимание. Вот смотрите, многие, опять же, россияне, да, ну, может быть, не только россияне, думают, ну, что там, выпью я там баночку пива одну в конце недели. Какой вред это может мне нанести, моему здоровью? Ну, неужели вот эта вот баночка пива может навредить? На мой взгляд, баночка пива навредить может, потому что её, ну, получается привычка пить постоянно по выходным, да. И у нас, у меня были такие пациенты, которые вот попадая уже к нам в стационарное отделение, у них всё начиналось с баночки пива по выходным. То есть всё это незаметно привело потом к тяжёлым последствиям. А вот бокал вина, вот в Европе очень многие употребляют вино красное тоже, да, из этой же серии? Из этой же, да. Ну, на мой взгляд, от алкоголя нужно отказаться вообще. Полностью? Полностью. Вообще, когда человек превращается в алкоголика, что вот об этом свидетельствует? Ведь большая часть алкоголиков, и об этом все говорят, ну, и наверняка вы это точно знаете, как таковыми алкоголиками себя не считают. Ну, вот выпиваем мы, дескать, и всё. Какие же мы алкоголики? Когда можно сказать, что человек уже превращается в больного человека? Ну, вот, как я уже сказала, происходит изменение психики, да. И то есть человек становится агрессивным, раздражительным. И это могут заметить, ну, родственники, как правило, да, что человек становится какой-то не такой, как раньше. Привычные интересы он утрачивает, да, если он занимался раньше спортом, рыбалкой, охотой, ну, я так, к примеру, то теперь хочется просто пиво попить и полежать, ну, или там вина или чего-то, да. Это единственное его желание, получается? Да, утрачиваются прежние интересы. Это и есть, как бы, начало вот психических нарушений. То есть по каким признакам люди, допустим, близкие могут заметить, потому что он вот перестал чем-то интересоваться в жизни, да? Да, да. Перестает интересоваться. Ну, вы уже сказали, возраст, да, людей, которые чаще всего к вам обращаются. Это такая статистика по всей России, получается, или у нас там в Алтайском крае столько? Да, в Алтайском. Почему именно такой возраст, такого возраста люди? Ну, почему именно вот к 40 годам люди вдруг становятся алкоголиками? Ну, или не вдруг? Ну, как я уже сказала, на это нужно время, да, от 10 до 15 лет. То есть они начали это пить где-нибудь лет в 30, в 35, получается, да? Начали с баночки пива, и в итоге у нас превращаются в алкоголька. 40 и... 59. 40-59 лет. Да, 60. А процент женщин среди них, насколько большой? 20 процентов. 20 процентов женщин. Это большое количество? Это большое, на мой взгляд. Большое количество. А вот говорят, что женский алкоголизм, он не лечится. Так ли это или всё-таки? Спорное такое высказывание. Ну, на мой взгляд, алкоголизм лечится, да? И в нашем диспансере используются различные методы, новейшие, в том числе неинвазивные, да? То есть применяется современная медикаментозная терапия, применяется, ну, целый бригадный метод лечения. А что это? Это значит, что несколько специалистов принимают участие в лечении пациента. То есть это врач-психиатр-нарколог, медицинский психолог, социальный работник и психотерапевт. Вот четыре специалиста. У каждого своя задача, но задача у всех одна, да, оказать лечение пациенту. А вообще сами люди, они могут без врачей справиться с болезнью или нет? Это же всё-таки болезнь? Ну, на мой взгляд, нужно обращаться к специалистам. Ну, смотрите, они сами приходят, понимая, что уже требуется им лечение или как? Или уже они в таком состоянии, что их родственники там привозят и заставляют? И можно ли заставить человека излечиться от алкоголизма? Ну, на мой взгляд, излечиться нельзя, потому что нужна мотивация для лечения, да? Вот. И человек сам решает, да, опять же, это от мотивации зависит, нужно ли ему это. Так же, как с употреблением любых психоактивных веществ, да? Вот. Если человек считает, что ему нужно избавиться от этого, то он идёт за помощью к врачам, да? Ну, нет такого, что там к вам приходят люди, которые, собственно, не желают от этого избавляться. Да. Да. Если только их по скорой привозят. А так, да. Приходят самостоятельно. Ну, как правило, да, конечно, родственники. Родственники. У нас есть группа созависимых в нашем диспансере. Вот. И около... Вот в прошлом году приходили на эту группу, там где-то в пределах 500 человек попрощались. Они анонимные, естественно, бесплатные консультации. И группа анонимных алкоголиков, где сами пациенты после лечения, вот, стационарного, реабилитационного, могут посещать эти группы. Они, опять же, анонимные, бесплатные. Вот где-то около 400 человек. Это уже после лечения, да? Они посещают вот эти вот группы? Да. И близкие тоже, да, которые становятся созависимыми? И получается по цифрам, даже созависимые, это родственники, близкие люди, которые живут рядом с пациентами. Их обратилось 500 человек, ну, то есть их получается даже больше. А созависимость, она как проявляется? Ну, когда человек постоянно живет с... Ну, с человеком пьющим? Да, с пьющим человеком. Конечно, это накладывает отпечаток на его жизнь. Какого рода отпечаток? Тревога. Тревога. Постоянная тревога, постоянный страх. То есть человек идет домой, допустим, мать приводит сына к нам лечиться и говорит, я иду домой, и первым делом я жду, пьяный или он трезвый, закрыта дверь или открыта, целый дом или не целый. И вот это вот хроническое состояние тревожности, конечно, оно и вызывает, может, до психического расстройства и созависимых людей довести. Поэтому очень серьезно, и мы оказываем, конечно, помощь обязательно родственникам. И работаем с ними, и, как правило, они обращаются, и, как видите, по статистике их даже больше. То есть научить их жить без тревоги и болезней с больным человеком. Ну, у нас сейчас проходит в России неделя отказа от алкоголя. Что произойдет с человеком, ну вот, если он неделю не будет употреблять? Конечно, ты почувствует себя иначе, если он перед этим употреблял алкоголь, а потом нет. А было ли такое, что у вас люди приходили, да, лечились и потом опять возвращались в это, так сказать, не самое... Конечно. ...было, да? Конечно. И у нас много таких пациентов. А почему это происходит? Значит, которые у нас лечатся, потом употребляют, потом опять возвращаются, да, есть. Ну, потому что, видите, само заболевание хронического алкоголизма, оно подразумевает снижение критики к своему заболеванию. То есть человек уже не осознает в полной мере, что он болен. И поэтому он продолжает употреблять. Соответственно, последствия наступают разрушительные, да, и они опять обращаются к нам. Получается, что полностью излечиться от алкоголизма невозможно? То есть вот человек, допустим, даже самостоятельно, ну, есть такие люди, которые самостоятельно, ну, слышала я такие истории, могут бросить пить. Вот решили, бросили, полгода не пьют, а потом опять возвращаются. Получается, что это будет сопровождать их всю жизнь? Как вообще закрепить этот самый успех трезвости? Что сделать? Ну, конечно, обращаться к врачам. Как бы вот я рекомендовала и как говорила, что у нас есть полный арсенал и многолетний опыт успешного, да, лечения больных с хроническим алкоголизмом. Поэтому обращаться к врачам, ну, если получается самому бросить, ну, это же хорошо. Ну, есть такие люди в вашей практике, которые, ну, слышали о таких, которые сами бросили? В моей нет. В вашей нет. То есть все равно требуется лечение. Да. Ну, спасибо, Елена. Спасибо вам, что пригласили. Я напомню, что мы говорили сегодня с Еленой Кочетковой, медицинским психологом краевого наркологического диспансера.